Уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, уважаемые члены семьи, военнослужащих, тех, которые у нас находятся в зоне специальной военной операции, и тех, кто вернулись, необходимо обратить внимание на ту работу, которую далее продолжает системно делать правительство Республики Сахая-Кутя. Так, психологи Республики оперативно, как вы знаете, перестроили свою работу в связи с проведением специальной военной операции и уже с марта месяца провели порядка 5806 консультаций для военнослужащих и членов их семей. На настоящий момент мы уже не раз обращали внимание на то, что наши психологи гражданские, которые работают в Центре социально-психологической поддержки молодежи Республики, они прошли переобучение, уже сегодня работают клиническими психологами и, соответственно, начинают работу более расширенно, работая в том числе с районами нашей Республики. Обратиться за психологической помощью можно по телефону горячей линии 122, а также на круглосуточную горящую линию 8800-115-30. В целях повышения доступности и оперативности оказания психологической помощи населению, я обратила уже внимание, психологи выехали по районах, в целях организации комплексной психологической поддержки бойцам, получивших ранения, контузии и инвалидности, имеющих посттравматические стрессовые устройства, связанные с боевым стрессом, организованы выезды психологов в военные госпитали Владивосток, Хабаровску, Суриск и Ростов-на-Дону. На настоящий момент необходимо обратить внимание, что вот я сейчас нахожусь в городе Хабаровске, сегодня мы будем встречаться с бригадой медицинских работников, которой руководит Владимир Богдашин, наш главный врач детской инфекционной больницы, и, соответственно, получить обратную связь с ними, с медиками, определиться, какие позиции еще необходимы, и как скорректировать, соответственно, здесь уже работу наших представителей. Необходимо обратить внимание, поблагодарить представительство на территории Дальневосточного федерального округа и отдельно Хабаровское представительство, так как на них сегодня легла достаточно огромная нагрузка на наших государственных служащих, как по обеспечению непосредственно военнослужащим всем необходимым, так и осуществление непосредственного взаимодействия с семьями. Это действительно достаточно важная работа, и она сегодня хорошо здесь нашими представителями проводится. Конечно, хотелось бы еще большего усиления работы волонтерских движений, особенно на базе наших студентов, которые здесь учатся в Хабаровске, но мы и здесь показываем свою дружбу, свою консолидацию, как и определяет глава республики Саха-Якутия. Кроме того, сегодня мы продолжаем работать в группах помощи участников спецоперации. Порядка уже около 1782 сообщений в группах помощи обработано. Из них в работе остается 180 обращений. На территории республики медицинскую помощь получили уже 408 участников специальных военных операций, специальной военной операцией 83 членов их семей. Реабилитации разного уровня медицинской, социальной, психологической, охвачено 153 участника специальной военной операции и 142 родственника. Конечно же, необходимо обратить внимание и на санаторно-курортное лечение. Сегодня им воспользовались 32 человека, и вот по линии непосредственно штаба волонтеров мы сегодня получили в обработку еще список родственников, желающих, соответственно, пройти санаторно-курортное лечение. Мы дальше его также будем обрабатывать. Необходимо еще раз подчеркнуть, что весь комплекс мер, который был определен указом главы республики Саха-Якутия о мерах по социальной поддержке военнослужащих, он касается всех мобилизованных и контрактников, и, соответственно, добровольцев исполняется на территории республики в полном объеме.